В апреле 1918 года газета «Солдат, рабочий и крестьянин» опубликовала постановление городского исполнительного комитета о соблюдении порядка пассажирами трамвая. Согласно этому постановлению, лица в нетрезвом состоянии на трамвай не допускались, солдаты обязывались платить за проезд, а виновные в нарушении правил передавались в ведомства специально учрежденной для этой цели трамвайной милиции. Красноглазой сонной стаей едут вечером трамваи. Едет чистильщик с камейкой, полотер с мастикой клейкой. Едет муха, налегке выкупавшись в молоке. Едва появившийся на городских улицах трамвай сразу же сделался героем многих газетных публикаций. Увы, но их содержание заставляет всерьез задуматься о том, что любовь самарсов к трамваю была где-то впереди. А пока это была еще не любовь, а мучительное привыкание. Вот, например, о какой истории рассказала самарцам газета «Волжское слово» в 1915 году. Милостивый государь, господин редактор, не откажите, пожалуйста, в любезности напечатать на страницах вашей газеты следующее письмо. 22 июля около 11 вечера мы садились в вагон трамвая, следовавший от Хлебной площади на углу Саратовской и Алексеевской улиц. При этом вагон остановился примерно метрах в 15 от места остановки, а вагоновожатый стал кричать «Беги скорей! Не задерживай вагон!» Добежав до вагона, мы спросили кондукторшу, почему вагон остановился так далеко, на что она сказала нам «А вы обратитесь к вагоновожатому!» «Со мной он разговаривать не желает и вообще не хочет считаться ни с кем и ни с чем!» Но на наши вопросы вагоновожатый не ответил, а на заявление, что мы будем жаловаться в трамвайное бюро, сказал нам, что расправится с нами своим судом. Ввиду вышеизложенного, покорнейше просим обратить внимание, кого следует и пресечь возмутительное отношение этого вагоновожатого к публике с совершеннейшим к вам почтением и глубокой преданностью Богомолов и Федотов. «Молодцы вы, самарцы! А что? Да вот, свой трамвай наладили. У нас-то в Саратове душу, черт, продали. Греха сколько! Каждый день у права пишут то, и это не так, то другое не эдак. Они и в ус не дуют, перессорились все, особливо старым покою не дают. Это, слышь, вы проворонили. Ну а те что? Что? Есть такие люди, плюнем в глаза, скажут, божья роса. Разве у вас в Самаре не так? Ах ты, сделай милость, а! Три копейки зря заплатил. Как так? Доехал я, значит, из Мещанского, сел на углу Соловьиной, у парка тут площадка есть, до Алексеевской, до Перекрестка взяли шесть копеек. А как назад поехал, по ошибке на вторую линию попал. И он меня за квартал до того места довез, а заплатил я только гривну. Ну, что ты тут скажешь, а? Надули. Да ты погоди, скоро до самого конца, до церкви будут возить. До конца, говоришь? Вот тогда бери еще гривну, а это обман. Но прописавшись на самарских улицах, трамвай стал героем не только историй с выяснениями и разбирательствами, но и анекдотов. Как еще, если не анекдотом, назвать, например, историю, которая произошла 5 августа 1915 года в вагоне второй линии на почтовой улице. Как уже было сказано, на остановке в вагон обошел чиновник в рубашке цвета хаки. И так как в вагоне было много людей, остановился возле одной дамы. Та, взглянув на него, неожиданно изрекла, солдатам в вагонах ездить воспрещается. Извольте выйти вон. Чиновник не обратил на ее слова никакого внимания и продолжал стоять там же, где и остановился. Тогда дама стала заметно волноваться и повторила свое требование. По-прежнему, не обращая на даму ни малейшего внимания, мнимый солдат продолжал спокойно стоять возле нее. Тогда в дело вмешался ехавший в вагоне офицер, который пояснил даме, что рядом с ней стоит совсем не солдат, а чиновник, совсем немного похожий на солдата. Дама отвернулась, но нисколько не сконфузилась и даже не попробовала извиниться. Сегодня в этой истории нам многое непонятно. Почему, например, солдаты ни в коем случае не могли ездить в трамваях? В конце концов, солдат – это не кот, которому в трамвай не положено. Зато очень даже понятно другое. Дама, выступившая в роли военачальника, не считала себя виноватой, поэтому и не извинилась. Будут ли, понимаешь, надевать рубашки цвета, хаки, всякие чиновники? Да и бдительность, господа хорошие, еще никому и никогда не навредила. Вот видите, а я вам, Мария Ивановна, говорил, что наш трамвай – чудо. Вот здесь, поглядите, скрещение линий со всей Самары. Здесь есть самое оживление, как в Москве. Хи! Что такое? А бочки-то? Хи! На самом вашем скрещении и вдруг? Ну, это ничего-с, они проедут-с. В самом деле, не картинно. Хорош-то он хорош. Да вот народ давит. Дураков и надо давить. Зачем это? А затем что-нибудь вороной. В Америке, слышь, по улицам чугунки ходят. Целые поезда. Да и то, про несчастье не слыхать, столько разговоров, как у нас. Так ведь остановиться можно. Не наостанавливаешься. С таким-то вот вагону надо в срок идти, а он – стой. Что такое? Да вон, у Митюхи, у Лаптя оборка развязалась. Он на пути сел подвязывать. Эх вы! А вот какая возмутительная трамвайная история была поведана газетой «Волжский день» в июле 1916 года. Эта история произошла тогда же совсем недалеко от трамвайного парка. В 9 часов утра 20 июля возле начала трамвайной линии в Мещанском поселке разыгралась весьма характерная сценка. Кондукторша вагона, пришедшего из города, вдруг заявила, что дальше вагон не пойдет, так как его необходимо чинить. Несколько минут спустя пассажиры, ожидавшие на остановке, увидели другой вагон, который дошел до разъезда, остановился и стал ждать, когда этот вагон освободит ему путь. Пассажиры заволновались и спросили кондукторшу, а как в том вагоне догадаются, что мы их здесь ждем. На это кондукторша весьма развязно заметила. А вы пойдите, да и скажите им. Восмущенные пассажиры спросили ее номер, но кондукторша прикрыла номер рукой и захлопнула дверь, продолжив разговаривать со знакомым, который находился внутри вагона. Так, продолжалось минут десять, пока вагоновожатый того вагона сам не понял сложившееся положение и подъехал, наконец, к остановке, где его ждали пассажиры, так не нашедшие общего языка с кондукторшей неисправного вагона. Чего тут хорошего-то? Не успела сесть, как уже привезли? Я бывала на конке-то и вздремнуть успею. А вы, бабонька, на этот предмет лучше всегда не к трамвайному бюро, а к похоронному обращайтесь. Они еще дальше везут. Выспаться дальше сможете. Нет, вы послушайте, как трамвай-то меня подвел. Я на службу выхожу из дому ровно за пятнадцать минут, а недавно гляжу уже без десяти. Вот я добежал до трамвая, да как хорошо, ни секунды не пришлось ждать. И он как нарочно, летел, сломя голову, спрыгнул я, вбегаю, а на наших часах еще без четырех минут и нет еще почти никого. Вот какого дурака я свалял. А вот о каком несчастном случае узнали читатели Волжского слова в мае 1918 года. Заметка, опубликованная на этот раз в газете, называлась «Случай на рельсах». И рассказывалось в ней об одном таком случае, произошедшем 8 мая на перекрестке набережной и Заводской улиц. Идущие снизу, с набережной, трамваи были задержаны минут на тридцать тем, что копыта лошади застряла между трамвайными шпалами и мостовой. При этом несчастное животное упало и пришлось распрягать его. В продолжении длительного времени все усилия собравшихся прохожих и извозчиков не приносили результата. А когда, наконец, нога лошади была освобождена, между шпалами и мостовой образовалась такая дыра, что теперь в ней не мудрено было переломать ноги не только лошадям, но и людям. Трамвайная милиция и невежливые вагоновожатые, застрявшие копыта лошади и многое другое. Такими были первые страницы самарской трамвайной истории. А мы желаем вам только положительных трамвайных эмоций на улицах нашего любимого города. С нами едут и другие. Незнакомые, чужие. Лишь настройщик опоздал. На рояле он играл. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин.